Говорит Шлома Меллах Во всякое время любит друг, а брат рождается для беды Человек безрассудный ударяет по рукам, дает ручательство за ближнего своего Мальбим объединил эти два предложения вместе и объясняет таким образом Он говорит Во всякое время надо любить ближнего Человеку, у которого не хватает сердца, он вставляет куда-то свою руку И вот гедр, объяснение, определение того, что такое ближний, которого надо любить Это означает, что любовь должна быть к нему, к человеку, к которому ты, его ближний, постоянно в любое время Но во время, когда у человека он находится в несчастье Ты должен увеличить свою любовь Больше до такого состояния, как это возможно И тогда ты должен стать ему не просто другом, но как братом То есть, лимсор нефиш, жертвовать своей душой ради него и ради ближнего, как будто бы это его брат И тем не менее, говорит Мальбим, что когда ты обязан делать ближнего добро Ты должен сделать все, что можешь ради ближнего Но есть одна вещь, которую ты не обязан делать А именно, ты не обязан с ним входить в состояние, которое называется аравуд вэткиэткав Аравуд это понятие гарантов Ты не должен стать гарантом этого человека Не должен гарантировать, выплачивать его долги И не должен лезть в эти дела, связанные с его финансовыми возможностями ради него И если человек так делает, из-за того, что он любит ближнего То такого человека называют не добрый человек, а человек хасар-лев Человек, которому не хватает сердца Туповатенький человек И он не видит, что рождается, что происходит из того, что он сделает Поскольку человек, который становится аревом за своего ближнего Гарантом за своего ближнего, это влечет за собой определенные вещи Речь идет о гаранте Которую, ну давайте я прочитаю, наверное, хагро И посмотрим еще в одном месте хагро И потом более подробно разберем два понятия гаранта, о которых идет речь Хагро разделяет эти два пасука и дает комментарии отдельно Первый пасук говорит Бехоль эт агавара Человек в любое время должен любить ближнего Наши рабоним Даршу Сказали такую Драшу И Гаун считает, что это Драша из Перкей-Дарабелезер Которого у меня нету с собой Перкей-Дарабелезер Перкей-Дарабелезер, Рабелезер пишет В 34 главе Что есть три вида тех, кого человек любит при своей жизни Вот эти три вида людей, которых он любит при своей жизни Сыновья, домочадцы, деньги Сыновья и домочадцы, понятно, это один вид Деньги, это тоже люди обычно любят деньги И хорошие поступки, которые человек совершил Он тоже к ним относится с симпатией, к своим хорошим поступкам Так вот, эти есть три вида людей И три вида явлений, к которым человек относится с любовью Деньги, те, кого он любит Игмалут Хасадим И оказание добра друг другу Первые две вещи Они не находятся с человеком, который их сделал постоянно То есть ни его близкие, ни его деньги Это временные явления Они не постоянно находятся рядом с ним Но они приходят к нему в соответствии со временем И находятся только в этом мире И даже в этом мире они находятся постоянно Есть люди, у которых одно время много денег Другое время мало денег Есть люди, у которых много друзей, мало друзей И дети могут переехать в другое место Находиться у чертой бабушки и там налево И так далее И поэтому не всегда все эти вещи находятся рядом с ним И тем более, когда мы говорим про Алла-Маба, про грядущий мир То здесь понятно, что с ним, с этим человеком Ничто из этих не будет Ни дети не будут с ним в Алла-Маба Ни его близкие, ни его деньги Они не придут с ним в Алла-Маба Но то, что идет перед ним в Алла-Маба И вступает вместе с ним в Алла-Маба И в какой-то степени даже приводит его туда Это его Идет перед тобой твоя праведность Это цитата из книги Ишаяху, которую приводит Гаон Чтобы сказать, что праведность человека Она будет находиться вместе с ним И приведет с ним идти в состояние Алла-Маба И он пишет, что это то, что здесь сказано Что постоянно ты должен любить своего ближнего И слово «ближний» сказано в числе единственном Не во множественном числе, а в единственном числе Потому что это постоянно то, что находится с тобой То есть Гаон говорит о том, что человек должен стремиться И любить, и помнить, и как бы Уближаться, становиться близким Только с одним из трех близких, о которых идет речь Двое других – это вещь, которая приходит и уходит Но Дздока, Маосим Тавим, Хесед, который он оказывает Это все добро, которое он делает, и хорошие вещи Они всегда останутся вместе с ним И в этом мире, и в грядущем мире И об этом сказано здесь в единственном числе Поскольку это то, что всегда с тобой Первый пируш, второй пируш Не второй пируш, а продолжение, которое говорит Гаон Во время, когда у тебя есть несчастье Которое приходит к человеку Оно будет рожаться с тобой То есть, если хас вышел им, если не дай бог В этом мире, или в грядущем мире Не помогут ему, не могут человеку помочь первые двое Ни близкие, ни деньги Понятно, что бывают ситуации, когда в этом мире И деньги, и близкие очень даже помогают Понятно, что это бывает Но ситуация, что они могут помочь Это ситуация непостоянная Но, тем не менее, нужно понять, что Когда у человека есть какие-то несчастья То близкие ему люди очень часто могут сильно помочь И когда у человека есть несчастье То деньги тоже очень могут сильно помочь в этом вопросе Грубо говоря, когда ему нужны врачи То платных врачей взять за деньги Если деньги есть, легче, чем без денег Но, тем не менее, это вещь, которая не обеспечивает стопроцентную гарантию. И об этом сказано, что брат не может выкупить, и человек не может дать Всевышнему свой выкуп за свои грехи, то есть деньгами не может откупиться за свои прегрешения. Но Гмелуд Хасодим, вещи, которые он делает в качестве Гмелуд Хасодим, то есть оказания добра друг другу, это вещи, которые будут рожаться и будут с ним даже во время несчастья, во время цары. То есть единственная вещь, на которую можно на 100% рассчитывать, что она будет с человеком во время несчастья, это Маасим Тавим, Гмелуд Хасодим, вещи, которые оказали друг другу помощь в виде Хасода, который делали. При этом не обязательно, совсем не обязательно тратить деньги для того, чтобы оказать Гмелуд Хасодим. Гмелуд Хасодим может быть оказан телом, помочь человеку убрать в квартире, принести что-то, сварить что-то, человеку, которому тяжело самому что-то сделать, сходить за него в магазин. Это, я говорю, самые примитивные вещи, которые есть в Маасодим. Более такие вещи, может быть, еще более легкие. Человеку нужны деньги, и у него нету этих денег, надо дать ему в долг, это тоже Гмелуд Хасодим. И это не связано с денежной потерей, я получаю долг обратно, и как бы все нормально и понятно. И тем не менее, это Гмелуд Хасодим, который останется с человеком и в Алла-Мазе, и в Алла-Маба, и все моменты Алла-Мазе, оно будет помогать, хотя эта помощь не всегда видна. Так Гагро объясняет 17-й посук. 18-й посук, он продолжает и говорит, что человек, который Хасер Лев, у которого не хватает сердца, вы помните, что Мальбин объединил эти два посука, и сказал, что несмотря на то, что во время как до другого человека несчастье, невероятно важно стать ему братом и оказывать ему помощь во всем, что можешь оказать, но при этом не становиться за него гарантом в денежных отношениях. Так объяснил Мальбин. Гаон здесь входит немножко в более такую сугью, и объясняет это там, что человек, у которого Хасер Лев, у которого не хватает сердца, мудрости сердца, он так акаф, он вставляет свою руку и становится арев шалуф ведуц. Он становится аревом, который называется арев шалуф ведуц. Есть два вида арева, я не приготовил Геора Ивомес, где она объясняет, поэтому я своими словами. Есть два вида арева, которые существуют. Арев не надо, арев, который существует, гарант в том виде, что если Рувен берет в долг, я беру за него аревут, я становлюсь за него гарантом, то есть кредитор приходит к Рувену попросить деньги обратно, если Рувен не может отдать эти деньги, то в этой ситуации он идет к ареву, к гаранту для того, чтобы взять у него эти деньги. Это ситуация нормального аревута. Есть еще аревут, который называется в терминах гемора арев каблан. Арев каблан – это второй вид аревута, который состоит в том, что я становлюсь за него, арев каблан, то есть он сам решает, с кого брать деньги, с него, с должника или с арева. Тому, кому его удобнее, например, он знает, что у должника плохо с деньгами, его надо долго в суд водить, или он знает, что должник находится у чертовой бабушки далеко ехать, приглашать его в суд, поэтому я могу изначально обращаться к ареву, к гаранту, чтобы он не заплатил, а арев сам должен разбираться со своим, с тем, кому он дал аревут, с тем, для кого он стал гарантом. Этот вид аревута называется арев каблан. В геморе он называется арев каблан, а то, как сейчас его объясняет Гаон, тоже из гемора, это шалуф ведуц, это то же самое. Понятие, которое называется, что он такой более сильный арев. Кому хочет крик дитор, к тому он идет первому. И вот человеку, которому не хватает сердца, он становится подобным аревом. Имеется в виду, что это такое? Арев арава, пируш. Объяснение. Малве лои гош тхилала арев. Обычно малве не приходит изначально требовать долг к ареву, но вначале он требует алаве. И когда лаве ему, лаве – это должник, и когда лаве ему не платит, тогда он возвращается и требует с аревом. Но, когда арев говорит, что я принимаю на себя гарантии в таком виде, что с того, с кого ты хочешь, с того ты возьмешь деньги, это арев каблан называется, то в этой ситуации называется аров арава, арев арева, то есть двойное слово, гарант-гарант, гарантийный гарант, я не знаю, как это по-русски перевести. И тогда он должен платить даже до того, как приблизились и потребовали деньги у самого должника. А именно, прежде чем лаве может отдать лаве деньги, малве имеет полное право прийти и требовать от арева. Инь-ян этого вопроса, что это означает, что эти два арева-то означают, говорит Гаон, я уже написал в другом месте, мы сейчас займемся этим другим местом. И вот он говорит, что человек, который немножко не очень умный человек, у него мудрость сердца отсутствует, он такея каф, он входит в этот аравут, он себя сам вводит для того, чтобы стать этим видом дарева, и с ним начинаются проблемы. Мы сейчас разберем, какие проблемы идут по Гаону, но теперь в начале, до того, как Гаон это выводит из пшата и объясняет другим способом, вернемся к Мальбе, мы попытаемся разобрать, в связи с тем, что мы узнали, что имеет в виду товарищ Мальбе, объясняя этот поступок. Он говорит, что человек, в принципе, должен оказывать хасадим, милость, добро, хорошие поступки по отношению к своему ближнему, тем более, когда он находится в беде. Но умный человек, оказывая эти поступки, не возьмет на себя аревутом и не станет арев каблан, и не станет таким аревом, который теперь будет полностью зависеть от кредитора, и не факт, что ему не придется платить, очень серьезная вероятность, что ему да, придется платить. Такое человек делать не будет. Объясняет, в геморе объясняется почему, в чем такая проблема быть аревом. Проблема в том, что, когда человек берет на себя эту гарантию, то кредитор, для того, чтобы знать, что арев платежеспособен, он имеет полное право войти в дом до истечения даже срока выплаты, чтобы узнать, есть ли какие-то вещи у аревы и так далее. И получается, что он как бы уже перестает быть хозяином, полным хозяином своего дома. Его балут, он связан уже, хозяйство связано с другим человеком. Поэтому рекомендует Талмуд, чтобы человек не становился аревом, и об этом же говорит Фимальбим, как объясняет Мальбим, об этом же нам говорит Шелом Амеллах. Здесь я хочу сделать одно уточнение. Понятно, что бывают ситуации, когда хорошо и правильно стать аревом, когда это действительно очень большой хессед для другого человека, но при этом нужно как-то контролировать ситуацию, чтобы не оказалось, что тот, кто принимает на себя функции гаранта, он попадет в очень неприятные ситуации. Человек, который это не контролирует, он называется Хасер Лев. У него не хватает мудрости сердца. Поэтому нужно понять, кому подписывать ареву, кому нет. Помогать нужно всем, но нужно понять, кому подписывать ареву, кому нет, и многие другие вещи, которые здесь могут из этого вылиться, поскольку денежные отношения – это одни из самых таких тяжелых отношений. Прощать деньги очень тяжело. Я знаю, знаком с одним очень большим Талмитхохом, я на всякий случай не буду говорить имен, но он меня спросил как-то, сколько я могу ему денег одолжить. Я ему сказал, сколько. Он говорит, давай, там на полгодика. Он отдал значительно раньше. И спросил, там у нас, недалеко от нас есть такой гмах, для русских в основном. Короче говоря, есть один человек, который сделал такой фонд для того, чтобы одалживать деньги. У него берешь деньги в долг, допустим, 3000 шекелей, и можно отдать 10 чеков от 3000. Я не знаю точно, какие сегодня там, на сколько времени, и как можно договориться, и так далее. Но там нужно взять двух или трех гарантов. Я, честно говоря, уже не помню. Я сказал, что я могу еще взять, чтобы подписать вам в том гмахе, вы получите 3000, а нужно двух гарантов, я и еще кто-то там из ваших учеников. Подпишемся, и все. Он сказал, что нет. Я сам не подписываю гарантом, деньги я в долг могу взять, сам я гарантов не подписываю, и никого я не могу просить взять гарантов. Гемора говорит, что это нехорошо делать, Шлома Меллах указывает, что это неправильно, я не могу никого попросить, чтобы он за меня был гарантом. Но реально, конечно, это такое немножечко устрожение, потому что в той ситуации, когда я становлюсь гарантом на какие-то деньги, которые я как бы в случае чего готов потерять, я не очень сильно о них беспокоюсь, то в этой ситуации нет никакой проблемы быть гарантом. Но в случае, если я понимаю, что если эти деньги не будут отданы, то мы войдем в ситуацию сихсуха, склоки и так далее, то в этой ситуации Шлома Меллах рекомендует гарантом не быть. Как Галаха, мы сейчас не будем обсуждать, Гаон Мивильно выводит этот пасук Мипшуто и говорит такую вещь. Он говорит, что я это объяснял уже в двух местах, давайте откроем одно из этих мест, на которое он ссылается, скажем, шестую главу, например, где он первый раз об этом пишет. Это первое предложение, с этого начинается шестая глава, мы тогда ее, когда учили, достаточно серьезно обсуждали, но, тем не менее, попробуем это сделать. Говорит Шлома Меллах. Бни, сын мой, имерафта лареху, таката лазарка пейха. Сын мой, если ты стал гарантом для твоего ближнего, то ты сделал ткиё, воткнул чужому человеку твою руку. Ты как бы отдал другому человеку свою руку. Объясняет Гаон, о чем идет речь. Есть два вида арывута. Стамарев, гарант обычный, что если не заплатит лаве, то заплатит он. И второй, это шалуп ведуц или арыв каблана, о котором мы только что говорили. Человек, который ставит себя в ситуацию, что он будет платить. И это, если ты стал гарантом своему ближнему. Если ты станешь гарантом для своего ближнего, то изначально, безусловно, тебе не надо быть гарантом. И это обычный гарант. Но если ты уже это сделал, то ты как бы отдал ему свою руку. Это, говорится, про арыв каблана, который технически отдает часть себя этому человеку, за которого он становится гарантом. И здесь начинает обсуждать Гаон. Сейчас мы немножечко посчитаем. Сейчас, секундочку. Иньян. Имеется в виду, что есть два вида людей, которые становятся главами Израиля, которые руководят народом Израиля. Гаон выводит все это из отношений денег и вводит другую функцию совершенно. И говорит, есть Штей, Рошей, Исраиль. Два вида людей, которые руководят народом Израиля. И они становятся гарантами за весь народ. Как сказано в Ашимам Барашейхам, что грех находится на их головах. За грех народа Израиля отвечают его, учителя его привыкли. И это скиним, вы шовтим. Эти два вида людей, это скиним и шовтим. Я не знаю, как правильно. Старейшины и судьи. И об этом сказано. Не свернет Шевет управление судом от колена Игуды. И у него находится кнут. Я не знаю, как сказать. И сказали, что имеется в виду, что этот посуд говорит про то, что всегда Рошей и Гагула, руководители Галута в Бабели, они будут из колена Игуда, и они преследуют народ палками, плетками. То есть у них есть сила наказывать и судить. А другая часть людей, это Носиим, которые в Эрицис Ройль. Это князья, руководители, которые находятся в Эрицис Ройль, которые не могут, у них нет власти реальной во время Галута в Бабели, у них не было реальной власти, но они преподавали Тору многим людям. И вот эти преподаватели Торы, они называются арефстам, они называются гаранты просто. То есть этот человек, который берет на себя функцию преподавания Торы многим людям, он обязан видеть, чтобы из его преподавания не оказалось михшоль, не оказалось какого-то препятствия. Из его слов Торы не было бы выучено неправильно, и человек бы не сделал авейру против Торы. И это означает, что он их должен обучать очень хорошо, и объяснять им такого состояния, чтобы они не ошиблись, и не сделали кишалона, михшоль препятствия. И он должен их вести, весь народ по дороге, которая называется прямой путь. Но если ты такаталазар, но если ты сделал то, что ты отдал чужому человеку свою руку, это даянием, это судьи. Что имеется в виду? Судьи, они как ареф-каблан, они становятся как ареф, с которого берут деньги, в первую очередь. То есть он вводит себя в состояние, что он мамыш становится прямо вместо подсудимого. Даян приводит себя в это состояние, когда он говорит, забирает физически, приказывает, я не знаю кому, милиционеру, забрать деньги от Рувена и отдать их Шимону. И после этого, понятно, что это делается против желания Рувена, от которого отбираются деньги. Почему-то люди не любят, чтобы от них отбирали деньги. И теперь он становится ареф-кабланом. Что имеется в виду? Что если оказалось, что он дал неправильный псаг, что на самом деле Рувен не был должен деньги Шимону, он ошибся в Галахе, то в этой ситуации придут брать деньги, когда будет переапелляция в суде, то в этой ситуации придут брать деньги с самого Даяна. И Даян должен будет отдать собственные деньги. Не с подсудимого, который получил деньги, а деньги забирает с самого Даяна. И получается, что человек, который берется судить народ Израиля, он становится ареф-кабланом, человек же, который берется преподавать, он становится простым арефом. Поэтому, говорит Гаон в нашем пасуке, я вернулся обратно, говорит Гаон в нашем пасуке и говорит, что Такэ Ахав, человек, у которого сказано, что он ставит руку, отдает свою руку, это человек, который превращается в Даяна, который начинает работать с изьей. Второй ареф, это тот, который начинает учиться со своими друзьями и преподавать им, и говорит им, какая правильная Галаха. Он несет ответственность, если он неправильно указывает Галаху. Поэтому, Шлома Амеллах предостерегает человека, что человек, который хасерлев, у которого не хватает понимания, он входит в состояние стать ареф-кабланом, то есть Даяном. Человек же, который принимает обычный ареф-каблан, перед своим ближним, это человек, который рискует тем, что он будет отвечать за верот ближнего. Окей. Теперь, понятно, что об этом не надо говорить, но все-таки надо сказать, что очевидно, что речь не идет о том, что Шлома Амеллах предостерегает людей от того, чтобы они преподавали Тору и от того, чтобы они судили Амисраэль. Любой Даян, который вышел на уровень, когда он может быть Даяном судить народ Израиля, он обязан судить. И сказано, что Даян, который дан дин эмет, Даян, который дает правильный суд, то он становится шутафом, компаньоном, Гакодаш-бургу, Всевышнего в творении мира. Потому что Аль-Идей дин эмет, посредством этого суда, правильного суда, посредством этого существует весь мир. Все существование мира опосредовано тем, что есть дин, который дин эмет, который дин настоящий, и человек, который обращается в нееврейский суд, он делает нарушение по той причине, что он как бы отрицает связь между Всевышним и нашим миром, потому что проекция суда Всевышнего на наш мир, это и есть суд, который ведут Даянию. Но при этом Шлома Меллах говорит о том, что человек, который вводит себя в эту ситуацию, он должен очень бояться и должен внимательно следить за тем, чтобы его суд был дин эмет, и только тот человек, который реально доходит до состояния, когда он может это делать, он должен это делать, остальным людям это делать нельзя, это взять на себя Арав Каблана, когда ты не должен это делать. И несмотря на то, что существует ситуация, когда надо оказывать добро ближнему, тем не менее, когда речь идет о суде, то здесь нужно следить за тем, чтобы ты не стал, суд был не суд. Если суд станет, не дай бог, судом неправильным, то ты являешься Арав Кабланом, с которого в первую очередь берут деньги, и не только деньги, за нарушение, которое ты сделал. В чем разница между преподавателем Торы и судьей, преподавателем Торы это обычный АРФ, из-за него было сделано АВР, он плохо объяснил, и из-за него было сделано преступление. Но он сам руками преступление не сделал. Даян, забрав от одного и отдав другому, он делает преступление руками. Поэтому с него берут в первую очередь. И это разница между Стамаревом и АРФ Каблан, который указывает на Амгаон. Таким образом, у нас есть два пшата, два объяснения этого пасука. Первый пасук простой, что человеку надо делать добро ближнему настолько, насколько это возможно, но при этом не становиться гарантом за ближнего в тот момент, когда я не могу физически быть этим гарантом. Это как я могу гарантировать за кого-то другого в случае, если это действительно в шаях, что невозможно это делать. И второй пшат, что человек должен в своем пути преподавания Торы и использования законов Торы, которые он выучил, человек должен соблюдать определенную технику безопасности и не входить в ситуации конфликта, в которую он не обязан войти и не может войти по той причине, что если он становится даянным, с него будет в первую очередь спрос. Если он может, его даянство принимается, то это другая ситуация. Если не может, то не может. И третья ситуация, которая была, а нет, все, еще одна ситуация это преподавание Торы. Человек, который преподает Торы, он тоже должен следить, кому из учеников он преподает, насколько объяснять, потому что авейра этих учеников зависит от него. Это пшат, который дает Гагро. Много-много лет назад, я уже не знаю, сколько, не так много, наверное, году так в 86-87 в город Ленинград тогда еще приезжал такой очень серьезный Тон Миткохом из города Балтимора Рафмой Шагайноман. Он был рожь-бейз-дин города Балтимора и в одном доме на Неве собралась небольшая компания, мне надо было переводить, в всяком случае, частично, ему задавали вопросы. Вопрос самый разнообразный, он отвечал на вопросы. Он был очень серьезный Тон Миткохом, таких Тон Миткохом в то время, думаю, что и сегодня в России не слишком много попадаются, и ему задавали самые разнообразные вопросы. Один из вопросов, я помню, был задан, я тогда очень обиделся. вопрос был такой, что спросили какая-то молодая пара, еще не пара, не знаю точно, те, кто хотят стать парой, спросили, можно ли делать хупу, если попросили кого-то из людей сделать, поставить хупу, быть миссадр Кедушином, сделать Кедушин, но при этом он не сделал Бритмилы. Можно или нельзя делать хупу, если он не обрезан. Раваневан сказал, что ему очень трудно понять, какая связь обрезания с хупой, никакой связи нету, безусловно, можно, но из общих соображений, очень логично ответил, из общих соображений, они не будут соблюдать Тагарат Мишпаха, они не будут соблюдать законы Ниды. И в этой ситуации, дальше ответ был достаточно странный, в этой ситуации, сказал Раваневан, если человек получает зарплату и он Равгорода, то есть Рав вашей ленинградской синагоги, то можно ставить хупу, а вам нельзя ставить хупу. Я тогда обиделся немножко, поскольку Рав в синагоге считался человек, связанный с комитетом госбезопасности, и его грамотность была, ну как бы, мягко говоря, намного ниже, чем у стандартного Рава города, скажем так, и шаббат, непонятно было, соблюдал он или нет, да и женат он был не совсем на еврейке. Поэтому слишком много вопросов было одновременно, как, почему ему можно, а нам нельзя. Что я и спросил, почему, чем отличается, маньшно-замезе, чем отличается одно от другого. И он сказал, что существует Гемора и Рушалми в трактате П, что наемный работник, которому было сказано убрать все поле, и ему платят за то, что он убирает все поле, он хаяв, он взял на себя обязательство, поэтому он должен убрать все поле, несмотря на то, что он срезает П, не оставляет край поля неубранным. Поскольку это Митцево на хозяины, хозяин ему платят за конкретную работу, он должен это сделать. Человек, который берется помочь другому человеку это сделать добровольно, он не имеет права это сделать, потому что край поля должен остаться неубранным. Поэтому есть разница. Человек хаяв, он обязан, он не может уклониться, поскольку за это он получает зарплату, и человек, который не обязан это делать. Человек, который обязан делать, он не обязательно из-за зарплаты, понятно, но этот человек принял на себя какие-то вещи, он становится Он должен вести суд. Человек же, который не становится Даяном, не стал, и возникают какие-то спорные ситуации, и он не обязан это делать, и войдя в эту ситуацию, он очень сильно рискует поссорить всех, кого можно, и так далее, и так далее, то он должен постараться уйти от этого и не стать, не судить этот суд, который совсем не факт, что будет суд МЭД. Это то, что имеет в виду Шлома Амеллах, по мнению Вагро. Не становись РФ Кабланом. Окей, двинемся дальше. Следующий пасук, девятнадцатый пасук, говорит. Любит грех тот, кто любит раздор, кто высоко поднимает ворота свои, тот ищет гибели. Я прочитаю на иврите, потому что на русском так это не очень. Огэф пэша, Огэф маца. Человек, который любит грехи. Он любит маца. Маца, как мы с вами в прошлый раз обсуждали, это драка, раздор. Магбиеп, это человек, который приподнимает вход в свой дом. Он перевел ворота, тут написано Петер. Мивакэ шевер. Он как бы просит, чтобы это сломалось. Объясняет Мальбим. Начинаем с Мальбима. Одну секунду. Мальбим говорит. Человек, который любит пэша, он любит мацу. Человек, который любит маца, что такое маца? Говорит Мальбим. Это Мариевак дала. Это большая спора, это большая ссора с ударами, с драками, с хакаот, с ударами. О, аль-и-де-шо, ахэф пэша. Или другой вариант. Из-за того, что он любит пэшу, пэша это преступление. Как написано, иш хама раф пэшу. Человек, который горячий, у него много преступлений. Что последствием своей горячности он придет к ссоре. И об этом сказано, что только специально можно сделать ссору, склоку. Или он любит склоку, ссору, посредством из-за того, что у него очень большая гайва. Что он думает, что он гавоа миколяам, что он выше, чем все остальные. Поэтому ему хочется объяснить всем просто искренне, что вы должны ко мне иначе относиться. Потому что я же умнее, сильнее и так далее. И если он поднимает свои ворота, свой вход, то это значит, что он просит шевера. То есть, человек, у которого дом построен в низине, и он делает так, что он приподнимает вход в этот дом только, то он будет постоянно ломаться во время, когда он туда входит и выходит. С ним надо будет подниматься наверх, чтобы войти, и спускаться вниз, чтобы попасть в себе в дом. И человеку хочется сделать дом, у него низенько, а он хочет сделать вход так, немножко на возвышение, чтобы все увидели, какой он высокий и какой он большой. То в результате ему надо будет много ходить, ему это будет тяжело и так далее. Но если этот человек шефель в эпатех пив бэгайва, лэмалэ мэмашуэ шабэр. То есть, аллегория, говорит Мальбин, того, что если этот человек на самом деле маленький, а ведет себя, как будто бы он очень высокопоставленный человек, то он рано или поздно сломается. Поскольку его уровень, он совершенно конкретный, а ведет он себя не в соответствии со своим уровнем, то этот человек придет к тому, что он будет сломан. Окей. Гаон здесь очень короткий. Гаон говорит, что человек, который любит ссору, любит драку, он любит восставать, и он любит делать какие-то оверот против своих ближних. И такой человек, он поднимает свои ворота, то есть, он вводит многих людей, многих близких, в дом, в петах бэйто, во вход в свой дом, и он тем самым в его кэшевер. То есть, об этом сказано Ишраим Летра-Ро, человек, который ближних своих приводит к козлу. И еще, что такое поднимать вход в свой дом? Это свои уста, которые он открывает для того, чтобы говорить различные вещи, и это приводит к ссоре. То есть, фактически, Перуш один и тот же, только Гаон это сказал немножко сложным языком, который состоит в том, что человек, у которого есть гаева, Гаева бывает двух видов. Бывает гаева, когда уровень человека соответствует его гаеву, это все равно гаева, но гордыня. Но при этом человек находится на том уровне, который он хочет, чтобы его считали. Это не самый лучший вариант из возможных. Но не об этом сейчас идет речь здесь, в этом пасуке. В этом пасуке речь идет о том, что человек на самом деле находится достаточно на определенно низком уровне, но хочет проявить себя с самой высокой стороны. Таким образом, такой человек постоянно ведет ссоры, потому что ему хочется показать, какой он большой, это невозможно без ссор. И как только он открывает рот, и тем самым он показывает вход в свой дом, как очень высокий дом, когда на самом деле дом низок, и поэтому в результате он придет к Машберу, к тому, что все сломается, потому что люди обнаружат его уровень. Это два простых пируша, которые здесь есть. Окей. Следующий пасук. Здесь у нас довольно короткий псуким, поэтому, может быть, мы успеем много пройти. Говорит Шлома Амеллах. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Я прочитаю на иврите. И кэш лев лоем от сатов, в негафах бэлшану еполь бэра. То есть, человек, у которого сердце его кремое, он не найдет добра. И тот, который переворачивает речение своим языком, он упадет в зло. Один не найдет добра, это связано с сердцем, с языком связан тот, кто падает в зло. Есть некоторая разница, на которую обращают внимание Мефоршем. Смотрим, как пишет Мальбин. Он пишет, «И кэш лев лоем от сатов и кэш лев». Кто такой и кэш лев? Кто такой человек, у которого искривленное сердце? Это человек, у которого его сердце идет по путям, которые миу кашим, немножко искривленными путями. Не по законам Дерихахма, то есть, не по тем путям, которые как бы обязательные пути, но ха-ха, пути, которые доказаны, что это правильные пути. Гагамши и ХПС в Дере готов, несмотря на то, что он будет искать хороший путь своим разумом. То есть, речь идет о том, что существует определенное количество путей, которые нам даны Торой, и человек должен идти по этим путям. Есть люди, которые отказываются идти по пути Торы, но они находятся в постоянном поиске. Я думаю, что каждый из нас встречал таких людей. Они ищут истину и реально хотят найти правильный путь, по которому ему надо идти. Свой самостоятельный путь, еще что-то. И они начинают его искать, не опираясь на хокму, на мудрость, которая нам дается сверху, на мудрость Всевышнего. Человек, у которого с сердцем есть вот эти вот проблемы, он не найдет тоф, он не найдет хорошего пути. Потому что хороший путь, он только в соответствии с хокмой, которую невозможно найти самостоятельно. А только если я принял ее от хохамим, от наших мудрецов. И тем не менее, может быть, что этот человек не найдет правильного пути, но зла не сделает. Но человек, который использует свой язык, чтобы переворачивать, то есть, есть хохма, о которой мы говорили, то есть то, что передается сверху. А есть бина, то, что человек на основании этой хохмы сам обрабатывает для того, чтобы идти к нужному пути. Человек, который своим языком говорит наоборот логики, которая вытекает из того, что должно быть, и выдумывает различные хокерот-казвод, лже-хокерот, я не знаю, как это по-русски сказать, ложные исследования проводит. Он ищет божество, ищет его в других религиях, и выходит к Апикарсуту, к полному отрицанию основ Тора. И это не только то, что он не находит добра, но он падает в зло, потому что он падает в руки блудницы, которая называется минут. Мы говорили, что вся книга Мишли, как Гаон ее объясняет, здесь пока мальбим, но Гаон объясняет всю книгу Мишли, это предостережение Бахуру, молодому человеку, не попасться в руки к блуднице. Эти блудницы есть, Хемда, Тава, Минут. Это всего несколько женщин-блудниц, которые встречаются на пути каждого человека. Минут это одна из них, Минут это еретичество, Апикарсут, это примерно одно и то же. И человек, который не только отказывается принять информацию, которую ему дают сверху, но еще даже то, что немногое, что у него есть, искривляет и начинает искать в других местах, то подобный человек падает слишком глубоко. Это то, что говорит нам Мальбин. Гаон объясняет очень похоже. То человек, у которого есть сердце, которое кривое, в эссар, мидерихатофе, он сходит с рельсов прямого пути, и он, что это означает? Это означает, что он перестает делать митсвот асе. Гаон переводит эти псуки не в исследование разных религий, а в митсвот асе и лот асе. Человек, у которого кривое сердце, это человек, который пренебрегает заповедями делой. И он не найдет добра. Об этом сказано хататейхам манутоф михэм. Ваши грехи забирают от вас добро. Хэт, что такое слово хэт, хататейхам, хэт. Просто на русском все эти слова переводятся как грехи, а на иврите это совершенно разные слова. Хэт, это, говорит Гаон, что он не делает митсваса. И это лошон хисарон, изъян. Изъян этого человека, что он пренебрегает митсву асе. Я не знаю, не надевает фили, не надевает цицит, что-то такое. Как я уже в нескольких местах объяснял. Поэтому у него, ему не хватает тоф, но у него нету ра. Тоф ему не хватает, но ра к нему не приходит. Человек же, который своим языком все переворачивает, то есть это человек, которого в прошлом перике мы учили, называется иштахбуход, человек переворачивающий. То есть он делает зло своими словами, своими устами. Этот человек попадает в зло, которое он сделал своими устами. Таким образом, Гаон объясняет, что есть два понятия. Человек, у которого проблема с сердцем, то есть он ничего не говорит, тем более ничего не делает плохого, но не делает чего-то хорошего. Битль, митсву асе. И второе. Человек, который хотя бы, как минимум, бодибур высказыванию, делает отрицательные вещи. Подобный человек, который отрицательные вещи делает с помощью своего дебура этот человек уже попадает в состояние зла я хотел немножко остановиться на том как объясняет не гаон а мальбим это предложение мальбим объясняет что человек который дебуром начинает входить в неправильное состояние бины то этот человек переходит к пикарсуту и уходит вдалеко дело в том что это имеет очень сильное отношение к пируши которые объясняют гаон свиток могилат эстер а могилат эстер это у нас уже очень скоро читается в пулем свиток эстер и здесь нужно попытаться не знаю смогу ли я просто но попытаться понять такую вещь гаон базирует свой комментарий на книгу эстер на том что существует раби йоханн в геморе который говорит что человек который читает свиток эстер он должен обратить внимание что это единственный свиток танаха где ни разу не потребляется имя всевышнего ни разу никакой имя всевышнего не сказано в книге эстер и это единственный в танахе книга которая не говорит о всевышнем говорит раби йоханн что каждый раз когда написано в книге эстер о мелах это всевышний когда написано мелах и хашбирож это Ецар-гора. И вся книга рассказывает про борьбу Ецар-гора и Ецар-готов, которые есть внутри этого мира. И на этом Гаон строит целый комментарий того, что проходит Альдерих Рэмис, Еспируш Гаона на Магилат Эстер, что происходит в событиях Эстер, что это немножко более сложно, чем простое описание событий, когда Эстер спасает там Исраэль. И здесь открывается довольно много интересных вещей. Одна из этих вещей, на которые я хочу обратить сейчас внимание Понятно, что весь Пурин и вся книга Эстер рассказывает про Мацав, про ситуацию мира, которая называется Эстер-паним сокрытие лица Всевышнего. Гемора задает вопрос Эстер-минатор-минаин, где Эстер упомянута в Торе и говорит, шенома расти растер от панай. Я полностью закрою свое лицо, говорит Всевышний. Поэтому книга Эстер рассказывает о времени сокрытия лица Творца. Времени, когда нету храма, нету пророчества, времени, когда чудес, как таковых, больше нету. И ситуация, когда не только народы мира, но даже Амисраэль рассматривает мир как место и время, когда Всевышний оставил нас полностью, скрыл свое лицо и больше никак не управляет миром. И оставил мир на законы природы. И мир управляется звездами, созвездиями, законами природы, а Гакодыш-бругу не видно в этом мире. И все чудо Пурима состоит в том, что внутри законов природы мы можем увидеть руку Всевышнего, разобраться в этом. И это то, что произошло, когда звенья цепи соединились. Это известное объяснение того, что такое Пурим. Мне это нужно только как предисловие. Теперь попытаемся увидеть разницу между Магалахом, Торой, Маше Робейну, пути дарования Тора через Маше и пути Торы, которые Амисраэль приняли в Пурим. В Пурим Амисраэль называется, что Йом Пурим, что Киблу и Иудим приняли евреи в этот день Тору и говорят, что они приняли Тору Шибаальпе. Во время Маше приняли Тору Шибаальпе, во время Пурима приняли Тору Шибаальпе. Тора, которая дается через гастерпаним, через сокрытие лица Всевышнего. Известный Гемора, который рассказывает, как Машра Робейну на горе Синай получает Тору, Гемори Минухас, и видит коронки над буквами и спрашивает Всевышнего, что означают эти коронки, отвечает Всевышний, что в будущем появится человек по имени Акива Бенгесеф, который из каждой из коронок будет выводить своды сводов Галахот. Говорит, Машра Робейна хотел бы увидеть этого человека, и оказывается в классе у Роби Акивы. Он оказывается в классе у Роби Акивы, Роби Акива ведет урок, говорит какие-то Галахот, которые Машра Робейну не понимают. И он испугался, как это может быть, что Машей не понимает. И во время этого урока еще какой-то Галаху говорит Роби Акива, и ученики спрашивают Роби Акива Минайдла Хайдзе, откуда ты все это взял? Отвечает Роби Акива, что все это следует из принципов, которые были даны на Маше на Синае, и Машра Робейну успокаиваются. Гемора довольно известная. Надо понять, чего боялся Маши Робейну, и почему он успокоился. Нигде не сказано, что Маши понял, что объяснил Роби Акива. Те законы, которые выводил Роби Акива, для Маши, в принципе, остались так же непонятны, как и были. Успокоился он из-за того, что он увидел, что эти законы связаны с тем, что он получил на Синае. Страх Маши Робейну был связан с тем, что он боялся, что Тора будет изменена, и Тора, который преподает Роби Акива, это не та Тора, которая была дана на Синае. А если так, то несмотря на всю логику, все понимание и весь уровень Роби Акива, который он понимал, совершенно фантастический, но если это оторвано от хохмы, которая дана на Синае, то каким образом может быть Тора остаться Торой? Другими словами, есть понимание Тора Шебехтаф и Тора Шебаальпе. Эти две Торы, они одна Тора, понятно. Тора Шебаальпе является объяснением Тора Шебехтаф. Но Тора Шебехтаф соответствует понятию хохмы, Тора Шебаальпе соответствует понятию бины. Бина – это разумение и свои выводы из того, что мы получили. Но если это выводы базируются на наблюдениях над природой, над разуме самых высоких людей, а не над тех частях, которые получены в Машейне Синае, то в результате Машер Абейну боится, что эта Тора придет к минуту и апикарсуту, что она придет к еретичеству и к отрицанию основ. Поэтому Машер Абейну испугался, что Роби Акива говорит потрясающие умные вещи, но он нарушает то, о чем сказал Шлом Амеллах. Шлом Амеллах говорит, что и кэшлэф лоем сатоф, человек, у которого искривленное сердце, он не найдет добра. Что имеется в виду? Что если человек будет пытаться найти правильный путь, правильный голоход, правильное понимание на основании своего разума, то плохо. Если же он будет делать ошибки в бине, то это еще хуже. То, что у Роби Акива нет ошибок в бине, Машер Абейну увидел сразу. То есть его выводы совершенно потрясающие, точные и четкие, на таком уровне, что они непонятны были Машер Абейну. Непонятно были, как она связана с той Торой, которая была на Синае дана через Машер. Как она связана с пророчеством, как она связана с Торой Шубихтав. Поскольку, если выводы будут не базироваться на этом, а идти дальше, идти от личных наблюдений, от личного понимания, а не из тех принципов, которые даны Машер на Синае, то в этом ситуации человек придет к состоянию, что и кэш-лев лоем ацетов. Человек, у которого сердце искримлено, то есть он не воспринимает хохму Всевышнего, он не найдет добра. Это был страх Машер Абейну. В тот момент, когда Роби Акива сказал, что все это следует из хохмы, которая была дана Машена Синае, то в этот момент Машер Абейну успокоился. Нигде не сказано, что он понял все, что говорит Роби Акива. Поскольку Машер Абейну не нужно было этого понимать, у него был другой уровень восприятия Торы. Он видел и знал и ощущал все, что хочет Всевышний. И когда возникал вопрос, он мог просто спросить и узнать, какая холоха. Роби Акива, почти так же, как нам, ну, конечно, не так, но ему надо было выводить, на основании тех принципов, которые даны были у Машена Синае, ему надо было выводить то, что в результате будет холохой. Но главное в выводе холохи, это базироваться на том, что было сказано нашими мудрецами раньше, на том, что была открыта Машена Синае. Короче говоря, в наших рассуждениях мы должны стопроцентно базироваться на Торе. Это праздник Пурим. Пурим, который является соединением восприятия Торы в тот момент, когда кончается пророчество, с Торой пророчество. Поскольку Мордыхай, он был пророком, но при этом он уже стал хахамом. То есть, уже он давал песке и галаха не из своего пророчества, а на основании знаний Тора, которые он учит. Я просто боюсь, что я плохо объясняю, поэтому я вынужден повторяться. Не люблю, но, по-моему, я плохо объяснил. Я попытаюсь чуть-чуть больше сказать. Существует два праздника, которые очень похожи, настолько похожи, что многие люди не могут ответить сразу же на вопрос, что было раньше, Ханука или Пурим. Что было раньше? Пурим был раньше. Поскольку Пурим был между первым и вторым храмом, а Ханука была в середине второго храма, то Пурим и Ханука, они идут хронологически Пурим до Хануки. Но при этом похожесть этих двух праздников очень большая. Ханука – это праздник зажжения свечей, который означает, что мы снизу зажигаем огонь Торы и начинаем учить устную Тору, через которую мы разгоняем тьму, которая пришла во время греков, которые хотели затемнить своим экзерот, то, что происходит в мире. И когда они перевели на греческий язык Тору, знаете, что был перевод Тора на греческий язык, то темнота обрушилась на мир на трое суток, потому что перевод Тора на греческий язык повлек за собой духовную темноту. Понятно, что физической темноты не было, и греки ее не видели. Но те, кто удостоились, они увидели, что в мир сошла тьма, поскольку сам факт перевод Торы с очень маленькими изменениями, которые были сделаны специально теми, кто переводил, повлекло, духовную темноту привело в этот мир. И эта темнота, в общем, осталась в какой-то степени в очень большой степени до сегодняшнего дня. Праздник Пурим – это праздник, когда лицо Всевышнего сокрыто, кончается пророчество, разрушается храм, и в принципе, вроде как, должен быть построен храм, а он не строится, и все равно мы что-то празднуем. Это праздник, когда мы празднуем внутри темноты, внутри сокрытия лица Всевышнего. Поэтому эти два праздника очень похожи. В них есть одна разница, которая на самом деле почти не разница, но эта разница очень существенная. Пурим, он записан в Танахе, Ханука, она не записана в Танахе. Я сейчас не говорю о книге Маккабеев, в которой греки там, неважно. Я имею в виду Танах, а не греческую Библию. Поэтому Ханука в Танах не вошла, Пурим вошел в Танах. Но Пурим, войдя в Танах, Магелат Истер, которая вошла в Танах, она вошла без единого упоминания имени Всевышнего. И это не просто так случилось. Это связано с тем, что реально не был виден Всевышний в этом мире. Нужно было его увидеть через темноту, так же, как во время события Хануки. Но при этом Пурим соединяет Торуши Бехтаф и Торуши Баальпе. Ханука, это уже отделенная Торуши Бехтаф, Торуши Баальпе, отделенная в кавычках, понятно, когда эта связь не видна. Пурим эта связь видна, поэтому, когда Истер пришла к мудрецам и сказала «Запишите меня в вашу книгу», они сказали, что мы боимся это сделать, потому что антисемитизм будет, еще что-то. Она потребовала, чтобы это было записано. И книга Истер попала в Танах. Поскольку соединение Торы через сокрытие лицо Всевышнего с письменной Торой, то есть, когда мы видим, как из коронок, которые рисовал Гакодыш Буруу на горе Синай, вытекает голоход, который выводит раби Акива, это и есть праздник Пурим. Это его суть. То, что мы с вами не очень видим, как Пурим связан, с этим это отдельная проблема. Проблема очень большая. Проблема в том, что не только мы с вами плохо это видим, но большая часть народонаселения, Амисраэля, который напивается, это состояние Аджелуэда, что он не знает разницы между Аманом и Мордыхаем. Мне почему-то кажется, что в этот момент он не видит связи между Торой Шебектаф и Торой Шебаальпе, и не видит проезжающих по улице машин, что еще хуже. Но это отдельный разговор. Это отдельная наминга, которую тоже надо понять. Но суть Пурима, это соединение, которое должно быть понятно. Я приведу какой-то один пример. Меня много лет назад, не знаю, приведу ли я этот пример, если я успею, несколько лет назад меня удивил комментарий, который я слышал от одного человека, который пользуется моим уважением, мягко говоря. Комментарий такой, что есть вопрос, почему... Сейчас. Одну секундочку. Да. Когда Датан... Кто там были? Два разбойника. Датановы... Датановы Аверам. Когда они решили... Нет. Нет. Когда эти два бандита, которые дежурили у дворца Ахашвироша... А? Ахашвироша. Задумали убить Ахашвироша. И Мордехай услышал, как они говорят на персидском языке, и передал Эстера. И Эстер передает Ахашвирошу, их казнят, и Ахашвироша остается в живых. Вопрос, который... На самом деле, лымайся, задают абсолютно все. Зачем нужно было спасать жизнь Ахашвирошу? Так вроде хорошо. А Ахашвирошу, Хайдаку и Эстер заберут из дворца. Чего Мордехайу надо было этим заниматься? Бактан Ветерыш. Так вот... Биктан, по-моему, Ветерыш. Спасибо. Так вот, когда это произошло, то в этот момент Мордехай спасает жизнь Ахашвироша. Зачем? Один из комментариев, который я услышал, мягко говоря, не комментарий, терранистический, заключается в том, что евреям не надо лезть в политику. Вот Ахашвирош в царе, и пусть остается царем. Отсюда мы учим, что евреям не надо лезть в революцию и в другие вещи. У меня такое впечатление, что это не Раша написал и не Мальбим этот комментарий, так мне кажется. Теперь комментарий, который я хочу сказать. Он более сложный комментарий. Который... Так объясняет Рафмойша Шапира Зихрона Левроха эту ситуацию. Комментарий, на самом деле, это практически Магараль, который говорит о том, что когда мы говорим, что в книге Эстер ни разу не упомянут Всевышний, и каждый раз, когда сказано царь, это проявление понятия Всевышнего, то это не просто некий шифр, который написан в книге Магеллот Эстер. Это понимание того, что когда мы говорим, что во время разрушения храма Шихина ушла в Галут, божественное присутствие оказалось в Галуте, это означает, что в нормальной ситуации управления миров, Акодыш Бургу управляет мирами, соединяясь с Амисраэлем. Наши молитвы, наши митцвод, наши жертвоприношения это то, что оказывает влияние на все меры. В тот момент, когда мы находимся в Галуте, влияние на нас Всевышний оказывает через народы мира. И каждый Галут это определенная система, по которой Всевышний хочет именно таким образом это сделать. Галут Ахашвироши это значит, что Малхус Всевышнего проявлялся через Ахашвироши. И в тот момент, когда Аман, не важно, не Аман, а эти бандиты, хотят убить Ахашвироши, это значит, что они хотят сделать бгам изъян в проявлении Царства Всевышнего. Несмотря на то, что Всевышний проявляет свое царство, Азохан Вей каким способом? Через Ахашвироши, который называется Ахив Шельрош, брат Нахаша Кадмани, первого змея и так далее. Но Акодыш Бургу это и есть суть Галута. Он хочет проявить свое влияние на этот мир, через Галуте, через царя, который проявляет атрибут его царства по имени Ахашвирош. Суть Амана, Бектана и так далее, это люди, которые хотят, чтобы царство вообще не проявлялось, поэтому они хотят убрать царя, чтобы Малхус, в принципе, был не в Галуте, а просто отсутствовал, просто был истреблен. И это то, что хотел Мардыхай, чтобы этого не произошло, поскольку Мардыхай хотел, чтобы Мелых Ахашвирош, он Ахашвирош, но через него проявляется Малхус Всевышнего в этом мире. Аман, его идея, была ровно наоборот. Он хотел, чтобы вообще на Исраиль не было никакого влияния Акодыш Бургу, поэтому он хотел убрать понятие Малхуса из этого мира полностью. И это то, что он договаривался с Ахашвирошем истребить всех евреев, и фактически он становился царем без короны. И это то, что произошло, когда Мардыхая посадили на лошадь и провели на лошади по улицам города с криками «так делают тому!» и так далее. Это не просто, что Мардыхай должен был получить награду за то, что он спас Ахашвироша, за это Ахашвирош ему дал прокатиться на лошадке. Здесь немножко другая ситуация. Мардыхай одет в царские одежды, поскольку через Мардыхая, благодаря тому, что он раскрыл влияние Мелыха через Галут, поэтому через Мардыхая раскрывается какой-то атрибут царства Всевышнего. Поэтому он должен быть одет в царские одежды и проехать на лошади. По идее, на него должны были надеть корону, но корону нельзя было надеть по ряду причин, поскольку раскрытие атрибута Малхут в Галуте невозможно через корону, оно другим образом делается, поэтому он проехал без короны. Но остальные царские одежды были на него одеты. Суть Амалека это ровно обратное, чтобы царство вообще не проявлялось в этом мире, никак. Поэтому Амалек, ну, сейчас у меня нет времени и, в общем, не совсем тема. Теперь, чтобы понять, для чего я это все рассказываю. Поскольку Мальбин здесь говорит, что человек, который делает разрыв между атрибутом Хохмы и с помощью Бины уходит, Бину тоже направляет не в ту сторону, то в тот момент, когда он уходит от информации, данной этому миру сверху, первое, и второе, уходя от этой информации, он делает следующий шаг. Он идет в неверном пути с Кованой, то он приходит к понятию еретичества и понятию отрицания всего. Это и есть Амалек. Это и есть шорож понятия Амалека. Амалек, который с помощью того, что он хочет отрицать основы, которые были даны сверху, он приходит к отрицанию существования Творца и существования вообще Амисраэля и Кэшера между этим миром, родородом Израиля и Всевышним. И это суть Амалека. Этим он отличается от остальных, поэтому его называют Решит Гоем Амалек. Так же, как Исраиль назван Решит, так и Амалек назван Решит. Потому что суть Амалека это убрать то Решит, которое есть в Исраиле. И это и есть то самое еретичество, о котором говорит Мальбим, к которому человек может прийти, если он берет и отрывает свои рассуждения и поиск своего пути от того пути, который указал Машир Абейну, то есть от атрибута Хохмы, который раскрылся на горе Синай. Все. Спасибо за внимание. Мы дошли до предложения номер какого? 20-го? Нет. Какого? 21-го. Мы закончили 21-е предложение. Всего доброго. До следующей встречи. Продолжение следует...